Всем добрый день! Хочу рассказать о своей поездке в Магадан в апреле 2013 года, в апреле-майе, скажем так. Я ездил на свою родину, где я родился, по приглашению своего хорошего друга Сергея Рудакова, который является известным аутфитером, владельцем магазина охотничьего в Магадане. Магазин называется Safari. Сергей, он в Магадане, в Магаданской области устраивает охоты, значит, коммерческие, трофейные охоты, естественно, на снежного барана. Там несколько подъедов его бывают, колумбский, якутский еще какой-то, это август-сентябрь и, значит, весенняя охота на бурого медведя, на выход из берлоги. Но я ездил не на самую охоту, а я ездил посмотреть, как он организовывает эти охоты, как происходит заброска на базовые лагеря, чем занимаются там ребята. На самом деле оказалось очень интересно. Ну, это вот аэропорт города Магадана, он, кстати, как был построен при царе-дорохе, так и остался все без изменений. Как я улетал из Магадана в последний раз в 96-м году, какие там двери стояли, такие стоят, скажем так, день сурка такой. Но, знаете, очень такие воспоминания, конечно, нахлынули там пока, когда я посетил, скажем так, но очень, скажем, приятные, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, край сейчас брошенный, никому не нужный, люди там живут совершенно оторванной самой России, своей отдельной стране. Ну, я бы даже сказал, кто-то выживает, кто-то, в принципе, живет и не тужит, и, в принципе, неплохо живут. Вот, ну, у меня здесь было небольшое время до выезда на саму, значит, охоту, и поэтому я проехался по местам, где я когда-то провел свою жизнь, родить с родителями, вот, поселком проехал, посмотрел, вот, у меня было время встретиться со своими друзьями, кто остался здесь, кого я увидел пообщаться, вот, в Магадане какой-то в городе в само время провести. Но, на самом деле, все осталось там без изменений, абсолютно все без изменений, то есть, практически новых зданий не строится, дороги не ремонтируются, то есть, как были ямы при мне в 96-м году, какие ямы, все они и остались, и все очень хорошо помнят ямы. Все это и осталось. Вот, ну, а встретил меня в аэропорту мой друг давний, с детства, который меня когда-то воспитывал, еще когда я был маленький, Юра Сологуб. Ну, и в данном случае мы поехали в поселок, в котором я прожил всю свою молодость, проучился. Поселок называется Палатка. Ну, вот, знаменитая Колымская трасса, это участок между аэропортом Сокол и поселком Палаткой. Останавливались, пока ехали, очень часто, потому что у меня охота была все пофотографировать, все, там много чего запечатлеть. Ну, вот, трасса, эту трассу строил, в данном случае, вот это бетонное покрытие. Мой отец, который работал когда-то главным механиком в дорожно-стрелительном управлении, вот, и вот, от самого Магадана до Карамкина, до сначала Палатки, потом до Карамкинского перевала, потом до поселок Яблоневый расстроила эта организация. Сейчас уже там ничего не строится, дорога там поддерживается в более-менее, там, сносном состоянии. Это 150 километров проложена бетонная дорога от Магадана до поселка Яблоневая, дальше уже грунтовая дорога. Где-то мы остановились возле родника, очень такой известный там родник, там сейчас там даже все обустроили. Вода течет очень вкусно, с высоким содержанием серебра. Ну, это вот перед поселком Стекольный мы остановились сфотографироваться. Поселок Стекольный находится, это примерно, наверное, в 60-65 километрах от города Магадана. Когда-то в этом поселке был стекольный завод, который выпускал стекло. Здесь где-то были обнаружены в этом месте залежи вулканического пепла больших, которые содержатся основным материалом для изготовления стекла. Вот здесь это все было. Естественно, сейчас это уже ничего не работает. Осталось только название, люди, те немногие люди, которые здесь живут. Сейчас будет пару видов поселка Стекольный. Вот это знаменитая такая гараж, шапка Мономаха называется. Ее видно очень хорошо, и в детстве мы туда добирались. То есть, вы можете мне даже не поверить, вот видите, все там тайга стоит. С поселка Палатка мы ехали по старым дорогам, которые еще строили зэки. На велосипедах, это было порядка, наверное, 20 километров, по тайге, по старым дорогам. Мы ездили туда в подножье, в подножье этой горы и пешком туда поднимались на эту гору. Видите, она напоминает, как бы сама сопка, а сверху скала торчит, и она напоминает шапку. Ну, это так и прозвали шапка Мономаха. Еще очень известное место туда, очень часто люди, ну и мы ездили, ягоду собирали, грибы собирали. Это очень там хорошие такие места. Ну, это сама Разьюка на Стекольной. Вот, ну а дальше Колымская трасса уходит до, значит, если тогда самого крупного следующего города или поселка, это Сусуман, который находится на Колыме, ну а дальше уже на Уснеру и, значит, Уснера, это уже, по-моему, если не память не изменяет, это уже Якутия. Вот, и дальше уже пошла рано туда, на Якутск, ну и на Большую Землю, как мы раньше это называли, Большая Земля. Ну, вот видите, это я прилетел, сейчас я вам скажу, где-то, по-моему, 13 или 14 апреля в Магадан. То есть, еще зима, естественно, но довольно-таки уже тепло. Южная сторона, там, сопок уже, в принципе, были сухие от снега. Вот, ну а дальше, конечно, мы поехали туда в глубь, материка там уже была сплошная зима. Ну, дальше сейчас я вам все это расскажу, покажу. Ну, это вот все, что осталось в тех зданиях, когда доработал мой отец. Это общежитие, в котором я как-то прожил. Ну, Ленин, понятно, бездельный никуда живее всех живых до сих пор с тобой. Здание магазина, ну вот, видите, до Якутска почти 2000 километров от стекольного. Вот это мы подъезжаем в поселку Палатка. Речка одноименная, Палатка. Вот сам поселок Палатка. Когда-то большой поселок, районный центр, жизнь здесь, конечно, кипела. Палаткинская знаменитая автобаза, в принципе, одно из градообразующих предприятий было этого поселка. Сейчас, конечно, поселок вымер, никого не осталось. Ну, а это, значит, перекресток и развилка, где от Колымской трассы уходит Тинькинская трасса, столица Тинькинского края называется, а не называется, является поселок Устемчик. Он до сих пор еще существует, этот поселок. Он от этой развилки находится порядка 180 километров. Там очень живописная дорога. Это одна из красивейших дорог, я считаю, на Колыме. Ну, и очень опасная. Очень много там перевалов таких, которые трудно проходимы именно зимой из-за того, что их постоянно заметает. Раньше здесь стоял пост ГИБДД, сейчас здесь стоит таможенный пост. Вкратце быстренько скажу, что сейчас в Магадане особая экономическая зона, и поэтому она действует именно до границы, где это примерно здесь происходит. Дальше таможенники проверяют весь транспорт. Ну, это вот как раз отвилка на Тинькинскую трассу. И здесь как раз в самом начале стоит поселок Новая палатка. Здесь проработали как раз ДСУ-3, проработал мой отец. Я для него тут фотографировал все, что осталось от предприятия. Ну, понятно, да, что вся техника, все, ну, естественно, все осталось, брошено с тех времен. Я еще удивляюсь, что так она сохранилась в гараже. Ну, это больше, скажем так, для себя. А это вот останки, что все осталось от совхоза. Юбилейный был, Неводческий совхоз. Он базировался на нашем поселке Новая палатка. Единственное здание, которое выцелело в этом поселке, это вот раньше столовая здесь была, сейчас это какой-то предприниматель. Здесь у него пекарня, он открыл. И из-за этого это здание существует. А так вот Новый Стемчик, 176 километров. А направо, это раньше была третья база серого столового золота. Сейчас там какой-то завод взрывчатых веществ для золотодобытщиков. Вот эти вот грунтовые дороги, естественно, уже начинаются. Здесь когда-то был поселок, здесь стояли дома, в которых мы жили, двухэтажные дома. Ничего не осталось, люди уехали. Те, кто остались, они все, естественно, это разобрали. Сейчас тайга потихонечку забирает опять обратно землю в свои владения. Остались небольшие домики, которые люди используют как дачи, приезжают сюда. Вот виды, конечно, тут удручающие. Тем более здесь прошла вся моя молодость, мы здесь ребятнее бегали. Сейчас, конечно, тут вообще никто не живет. Ну, вот просто как люди приезжают сюда летом. Бывший магазин продуктовый. Сюда мы бегали за продуктами. Остался, даже надпись осталась. Ну, в Серпе, мол, вот понятно, куда, без символов того времени. Это уже поселок Палатка, это общежитие горно-продуктного комбината Карамкенского, которое тоже уже стоит совершенно пустое, все разграблено. Видите, все вынесено, неоконные двери. Центральная улица, улица Ленина, дома. Ну, это да, это я все фотографировал. Ну, это так вот люди решают проблему экономии тепла, сохранения тепла в квартирах. Ну, а это уже бухта Геттнера, это Магадан. Виды бухты Геттнера. Магадан бывает с двух сторон. С одной стороны бухта Геттнера, с другой стороны Нагаевская бухта. Это вот в данном случае, это вот как раз фотографии бухты Геттнера. Вот, ну, это маска скорби магаданская, значит, была, сейчас я уже не помню в каком, по-моему, в году 96, по-моему, что ли, ее поставили, эту маску, это, значит, скульптор Эрнест Неизвестный, архитектор, по-моему, Камиль Казаев, значит, ну, она была поставлена, значит, памяти жертв политических репрессий. Ну, а дальше это виды, это уже Нагаевской бухты открываются, виды Магадана. В Нагаевской бухте находится магаданский порт морской. Это мы посещали ювелирный магазин. Очень интересные изделия здесь продаются. Вот видите, абсолютно чистые самородки. вот здесь можно приобрести, я такого нигде не видел, то есть именно это в Магадане, магаданское золото, магаданские самородки можно приобрести в ювелирных магазинах, как кастарезы. Вот, Магадан этим очень славится. Очень красивые поделки. есть, есть что на память там прикупить в Магадане. Это виды магаданские. Солнце на закате. Вот, ну, это мы как раз уже грузились, собирались в поездку. Нам предстояло, это вот как раз таможенный терминал, про который я рассказывал, на котором мы остановились, и нас тут проверяли досконально, потому что мы везли технику. Значит, нам предстояло проехать более, ну, не более, где-то, наверное, около 700 километров от Магадана, глубь материка. Значит, то есть нам надо было сначала доехать на машине, там что-то буду дальше рассказывать, а потом дальше на вездеход, на снегоходах нам надо было ехать, как раз пока еще мы здесь, это вот возле палатки. Вот там перекрестки, про которые я вам рассказывал, мы остановились, здесь нас таможенки шерстили. Вот, это мы поехали дальше. Подъезжаем, значит, в поселку Карамкен, где раньше поселок Карамкен, абсолютно брошенный поселок, в нем никто не живет, где раньше находилось градообразующие предприятия всего Хасынского района, это Карамкенский горно-молитный комбинат, где, значит, извлекали рудное золото, добывали, и тут же, значит, его и перерабатывали, а потом обогащали, а потом, по-моему, чистое золото, уже обогащенное золото отправляли в Хабаровск, для получения более чистого золота. Все это развалилось, ничего не осталось. Поселок весь брошенный, поселок находится прямо, скажем так, в такой, в Карамкенской трубе, мы ее называли, в самых горах. Что примечательно, что здесь когда-то, отец рассказал, даже они охотились на баронах в этих горах, пока совсем уж много людей сюда не поселилось. Ну вот, теплицы здесь тоже люди держат, выращивают огурцы в основном, но жить уже, по-моему, здесь никто не живет. Поселок, вот, брошенный, видно все дома. Окна пустыми глазницами, видите, смотрят на нас. Когда-то, да, у меня очень, у меня есть несколько друзей, отсюда с этого поселка, с которым вместе занимались когда-то помалости лыжами. Вот, сейчас поселок такое надо. Когда-то, да, здесь же кипела жизнь. Вот, непосредственно сам горнобытный комбинат. Я все снимал с машины, пока мы проезжали, специально здесь не останавливались, поэтому все такое в комбинат. Это вот здание контор этого комбината тоже, видите, все. Ну, это мы двигаемся дальше, поднимаемся в сторону Карамкенского перевала. Это первый такой серьезный перевал на нашем пути после Магадана. Ну, серьезный, он относительно, конечно, серьезный. Мы просто перевалили в горнюю гряду. Вот этот перевал еще, кстати, бетонированный. Вот, бретонка ушла дальше. Стополста, так называемый, поселок Яблонево, это 150 километров от Магадана. Мы туда обычно ездили раньше на рыбалку пацанами. Там речка Ола. Мы ловили там фары, мальму, ну и красную рыбу, когда туда по хорошей, по хорошей годы туда доходила горбуша. Ну, изредка Кита. Ну, а следующий, значит, у нас перевал был там по пути Яблоневый перевал, тоже достаточно такой перевальчик интересный. Потом мы проходили поселок Катку, поселок Тава у нас оставался в стороне. И после поселка Тава мы уходили в сторону от Колымской трассы на Мсукчанскую трассу. И нам надо было, значит, ехать. Потом мы с Мсукчанской трассы сворачивали на зимний, который шел в сторону рудника Джульетта. Действующего рудника, где добывают золото. Ну, пока все по порядку. Значит, будем продолжать. Кстати, там Мсукчанская трасса очень живописная, в плане очень красиво там. Но сама трасса, конечно, практически в одну сторону машины кое-как расходится. Ну, а здесь вот вы видите известная Карамкенская корона. Вот на дальнем плане эту планету я обвел. Туда даже можно подняться на машине. Оттуда очень красивые виды открываются. Очень красивые места здесь тоже любимые местными жителями. Туда частенько народ ездит просто пофотографироваться. Ну, и пособирать, естественно, шишку кедрового сланика и ягоду-бруснику. Ну, и, значит, поскольку трасса очень непростая, колымская, особенно чем дальше от Магадана отъезжаешь, значит, я скажу, что весь наш путь составил около 700 километров. Мы затратили около 18 часов на это. Правда, у нас там ломалась машина. Пару раз останавливались. Но ломалась она не то, что там прям сильно ломалась. Забился топливный фильтр. Долго как бы не хватало взять себе в руки, остановиться и поменять ее. В конечном итоге потом остановились на зимнике, поменяли и поехали уже без приключений. Ну, это вот, это еще трасса бетонированная, это еще основная колымская трасса. Ехали всю ночь. На Мсукчанскую трассу мы свернули уже ночью темно, когда было. И, значит, частично Мсукчанскую часть трассы прошли ночью. Очень там такое есть живописное место, называется Черный Прижим. Там, где Колыма, ты едешь прям по, значит, обрыву сопки, сделанным там, урез такой. Я внизу прям, не знаю, очень низко там, ну, то есть, очень высоко. То есть, то есть, река Колыма течет, ну, прям и страшно, и как бы не обвалится. Ну, вот, перевал жаркий, с таким названием перевал. Не знаю, кто ему присвоил это название. Ну, понятно, чем дальше мы уезжали от Магадана, тем зимы все больше и больше. То есть, если в Магадане снега практически уже не было, и черная земля, то вот здесь, конечно, дальше вглубь Колымы, выше в Коры. Зима здесь даже еще не собирается сдавать свои права. Вот очень красивые, естественно, виды. Если бы все фотографии сюда выложить в данное кино, то, конечно, тут кино получилось бы очень долгим. В апреле месяце уже на Колыме уже дни длинные, солнце рано встает. Вот утром морозно очень, мороз там может быть минус 20, минус 25, а днем очень сильные подтайки. Ну, вот мы тут очередная наша остановка, мы остановились. В данном грузовичке мы везли два снегохода Тундры, топливо, провизию, там продукты питания. Еще с нами была одна легковая машина, где ехал один из егерей и повариху мы везли, повара. Женщина Марина, которая с нами путешествовала. Ну, сейчас подробности все дальше. Здесь мы спускаемся с перевала, видите, между сопками вот так идет дорога вниз, уходит, петляет. Мы уже сейчас будем подъезжать к свертку на Зимник, на Джульетту. Значит, и какая наша цель была? Значит, мы ехали на базу Наслачан, которая стоит на одноименной реке Наслачан, вот, значит, где проводятся охоты на бурого медведя, весенние охоты. Охотников, естественно, туда привозят на вертолете, но мы закидывали весь скарп в охоту. Сначала на машине, а потом уже на снегоходах. И весь путь у нас составил... Вот мы едем по Зимнику сейчас уже. Зимник довольно-таки чистый. И, значит, весь путь у нас составил на машинах порядка 700 километров. Потом еще на снегоходах по горам и по горам ехали порядка 150 километров. Сколько нам? 1,80 километров, да, это величие хотите? Ну да. Здесь ехали со славой Апсульчанской трассы. О, Кулупач. Ага. Трасс. Трасс. О, Кулупач. Трасс! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а здесь мы наконец-то добрались до ребят, которые приехали с базы маслачан Специально нас встречать Ну и значит здесь понятно, что мы разгружали машину Укладывали все в сани Топливо для вертолета Вот это топливо мы завозили для вертолета Топливо везли тонну Все топливо в бочках было Ну и продукты питания То есть все снегоходы шли загруженные Почти за каждым было прицеплено по две нарты Тащили больше полутонны каждый снегоход за собой Конечно приключения еще то У нас вот приключения было Пока на машине ехали 18 часов Да ребят, маленько мы с опозданием приехали Мы должны были приехать рано утром Но приехали мы только ближе к обеду Ну пока тут загрузились А пока все Времени особо не было Потому что на самом деле нам предстояла Очень сложная Красивая дорога Но очень сложная нам предстояло ехать Почти 150 километров на снегоходах С тяжелым грузом С большим объемом груза Преодолевали два тяжелейших перевала Но это маленечко подальше Я пока забегаю вперед Ну вот Но я если скажу вам честно Если я до этого считал себя там великим снегоходчиком Еще великим снегоходчиком То после этой поездки я понял Что такое великие снегоходчики Там ребята конечно профессионалы своего дела Очень много нюансов езды в горах Особенно на тяжелых вездеходах утилитарных С большим количеством груза сзади Ну все Дальше все поподробнее сейчас там буду останавливаться К сожалению видео немного я снимал В основном все фотографировал Основные снегоходы Как вы видите это BRP Вот и был в составе нашей колонны Один полярис Прозвали его пилорамой Потому что у него гусеница 50 И он очень часто взорвался в снег с тяжелым грузом Самое тяжело было тащить за собой нарты Ну вот На этом мы двинулись уже вперед Путешествие в нашем Вот это я маленечко отъехал вперед Я ехал на тундре на легком снегоходике Тащил за собой нарточку с бочкой бензина 200 литровой Бочки пластиковые для облегчения веса Вот Ну мне ее даже хватило Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну это мы сделали первую остановку Значит это старое место стоянки Значит оно уже непосещаемое Оленеводы раньше здесь останавливались Здесь кругом кораль Кораль это большой загон в тайге Он может достигать нескольких десятков километров Чтобы олени не уходили Не разбегались по всей тайге Ребята здесь ночевали Когда ехали за нами То есть они ехали с базы на Слачан Останавливались в этих избушках Здесь они переночевали Мы на обратном пути Заехали тут Забрали вещи Они тут оставляли спальники Там кое-что из еды Мы остановились Попили здесь чай Собрали вещи И двинулись дальше Вот приходилось нам несколько раз Преодолевать небольшие ручьи Весной они сейчас пока небольшие Потом естественно Когда стает снег Они наливаются водой И превращаются из таких маленьких ручьков Все очень серьезные речки Ну такая долинка Ручья Литом конечно Вся живность в Магадане Сосредоточена в долинах рек В доле речек Вот мы это как раз преодолеваем На снегоходах Ручей Я первый переехал И потом следом ребята все переезжали Я остановился заснять этот момент Самое конечно сложное в этом было Выехать вот на этот берег На котором я стою Потому что здесь довольно-таки Высокая кромка льда была Но ничего справились Мы там Вот в этом месте надо было Выскочить Вот Андрей как раз Андрей один из гидов За рулем поляриса Довольно-таки скажем так Интересное приключение Нарты груженые Полные Битком забитые Тяжеленные Снегоходы постоянно Постоянно под серьезной нагрузкой Ну вот это Андрей Еще его тезка Ребята все местные Настоящие прожженные колымчане Охотники Рыбаки Андрей с двумя нартами идет У него Скандик СВТ Супер Вайт Рак Они побольше на себе тащили Ну больше полутонны Там 600-700 килограмм Сзади прицеплено Конечно там Мама не горюй Какая нагрузка На снегоходы Никаких там Расслаблений Даже Даже в голову не придет При Вот такой езде Там выпить рюмочку Водочки где-нибудь На стоянке Потому что это чревато Расслабишься И можно Сгинуть там где-нибудь Сейчас дальше Дальше это все будет видно Ясно и понятно Ну это вот мы поднимаемся В первый наш перевал Значит что Сразу Здесь Я шел всегда первый Мне сказали Вот едешь по следу Езжай по нему Ну естественно я Уезжал подальше Останавливался Ну и ждал ребят А потом ребята мне сказали Что чтобы я на подъеме Ни в коем случае Не останавливался Потому что Они когда меня Ну догоняли Я если там Был один раз Такой момент То есть Андрей пришелся Остановиться Потому что Он в меня бы Воткнулся А с грузом С этого С путика Лучше не съезжать Потому что если съедешь То сразу Просто сразу Утонешь в снегу Снега очень много Вот он остановился А тронуться потом Не смог Потому что Сзади груза Там полтонны И естественно Снегоход Особенно с узкой гусеницей У него палярис Он сразу зарылся И все И пришлось Вы его нарту Вывозить далеко Наверх На ровное место Чтобы можно было Тронуться Вот здесь мы остановились Сейчас будет момент Когда все-таки Тут несколько раз Снегоходы Буксовали Сейчас посмотрите Как их вытаскивают Вот мы сейчас Там ждем ребят И потом потеряли И потом вернулись Обратно за ними Вот ну вот То есть Все Снегоход зарылся Он не может Тронуть эту нарту Приходится нарту Отсоединять И значит На веревке Рывком Вытаскивать Нарту за собой Либо одним Снегоходом Либо двумя Снегоходами И это вот Здесь мы поднимаемся По распадку Прямо Значит Единственное место Где можно Естественно Ребята знают Эти места Где можно перевалить Через горы Потому что Другие места Там непроходимые То есть сильно круто Еще с учетом того Что у нас Груза очень много За собой Это очень немаловажно Знать Где ты можешь Проехать Снегоход за снегоход И следом Нарту На рывок И вытащили Это уже Более Повыше Мы забрались Остановились Всегда останавливались Либо Желательно Чтобы Останавливались Чтобы под уклон Вниз было Тогда снегоход Может тронуть Нарты С большим грузом Ему тогда легче Вот Ну вот Белое безмолвие Видите Что тут В горах Тут конечно Вот эти горы Называются Гольцы В Магадане Потому что Они абсолютно Пустые На них Нет никакой Растительности Даже Кедрового сланника Редкие Лиственницы Уже засохшие Здесь стоят Ну и понятно В такую погоду Конечно Солнце палит Неимоверно Сгораешь И здесь В пять секунд Лицо сгорает Постоянно Приходилось Мазаться Антизагарным Кремом И все равно Я приехал Весь черный Оттуда Вот Одна Вот Как раз Одна Из остановок Вот И Это мы все Поднимались Это все Мы поднимались Поднимались И основное Приключение У нас было Конечно На самой Горе Сейчас Я чуть-чуть Чуть-чуть Попозже Дорасскажу Это Виды Какие И очень Так удивительно Вот здесь Вот так высоко В горах Зайца Встретили Чудо Дело Вот Одна Из Тоже Из остановок Тоже В несколько Приемов Вытаскивали Навты Один Снегоход Поехал Обратно Один Снегоход Тащит Снег Очень Сильно Меняется В течение Дня С утра Наст А потом Кобеда Уже Оттает Ну вот Вот он Самый Лоб Вот Видите Да Вроде Как снег Вроде Белый Непонятно Что там Я шел Первый Разогнался Со своими Санками Значит С бочкой Со своей 200-литровой Еду Еду Чувствую Подъем 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 И все И встал Короче И все Снегоход Не едет Я кое-как Там Оцепил Нарты Развернулся Смотрю Ребята Все далеко Внизу Стоят Ну развернулся Спустился К ним Они говорят Ты куда Поехал То Я говорю Да что Еду Еду Вы же сказали Ехать Не останавливаться Они говорят Ты что Не видишь Там Лоб Какой Можут Затащить Друзь Подъем Струбуем В самую Высокую Точку Перевала И все Тяги Экстрим Блин Ребята Менешт Блин Ребята Уехали Затащили Туда Нарты Отцепили Их возвращаются Обратно Со следующими Нартами И так Каждую Нарту Плюс Меня еще Затягивают Потому что Я на тундре Даже в одного В тот Подъем Не могу Заяхать Но Нарты От меня Не отцепляли Но Также Меня Зацепляли Отцепляли И Тащили Куда Нарты Куда За мной Была Цель Мы в самых горах На самом верху перевала, блин, тяжело однако. У нас в Сибири совсем все не так. Намного проще, чем здесь. Снегоходами каждую нарту вытаскивают. Один снегоход, потому что не может поднять. Зря они туда полезли. По другому пути поехали стали. По другому пути поехали. Где там застряли эти миссии? Сейчас чем-нибудь натворят. Вроде бы выскочили. В одном заезде получилась такая оказия. Ребята на двух снегоходах оттащили. Как раз можно заметить по нарте. Там бочка 200 литровая лежит и плюс 4 канисты по 50 литров. Почти полтонны. 400 литров топлива в одних только нартах лежало. И вот как они прилипли. Видите, просто снегоходы по сиденья проваливаются. Во-первых, подъем тяжелый, снег мягкий, но и нарты тяжелые сзади. Но вот здесь провозюкались. Потому что мало того, что нарту вытащить. Надо еще и сам снегоход умудриться вытащить. И тоже не так просто, когда он по само сиденье провалился. Вот сейчас, значит, снегоходы цепили от нарт. Сейчас сначала снегоход чуть-чуть вытащат на поверхность. Потом уже нарты сразу за него зацепят. И вот они, ребята, значит, сразу двумя снегоходами спустились. Анатолий, там Юрий помогает. И сразу с этой нартой. Это, по-моему, самая тяжелая нарта была. Ее Анатолий тащил за собой. Он ее тащил, еще одну нарту тащил. Ну, то есть, он там килограмм семьсот за собой тащил. Вот. Все. Они сейчас поехали вниз. Нарту сейчас сдергивают сразу двумя снегоходами. Вот они, значит, разворачиваются. Пошли вниз. Ну и, значит, ушли вниз. Они развернулись. И потом сразу поехали наверх. И то, кое-как они ее затащили. Сейчас там будет видно. Вот они едут, но все уже в подъем пошли. А, нет-нет. Вот сейчас они разворачиваются. Это Андрей на полярисе. И вот они пошли в подъем. И вот на самом лбу, видите, они уже слезли со снегоходов и пешком. Их, прям, помогают снегоходам. Толкают их. Прям чуть-чуть бы и встали бы прямо на самой вершине. Ну, вылезли бы, но вот видите, как приходится. Толкают, вылезли, толкают двумя своими ногами. Там каждый свой снегоход толкает. Снег очень рыхлый. Снег очень рыхлый становится. Солнце его подтаивает. И очень тяжело по этому снегу ехать. Без нарта тяжело. А с нартами, конечно, очень тяжело. Ну, вот. В конечном итоге победили мы этот перевал. И потом у нас очень долгая дорога предстояла вниз. Мы спускались в обратную сторону. Вот это мы на самой верхушке стоим. Сейчас здесь ждем всех. Перекуриваем, отдыхаем. Кто перекуривает, кто отдыхает. Вот. Вот. Все бело им бело. Ну, и вот. А следующий перевал, конечно, нам был намного труднее дался. Во-первых, мы поздно-поздновато к нему подъехали. Ближе к вечеру. Но здесь пока мы еще... Пока мы сейчас наверху стоим. Сейчас будем спускаться. Спуск тоже был довольно-таки интересный. Очень круто местами было. Ну, спускаться, не подниматься. Особенно с тяжелыми нарками. То есть там... Самое главное – внимание. Ну, и здесь мы уже ехали по как бы проторенной дороге. Возвращались обратно ихней дорогой. Поэтому было ясно и понятно, куда спускаться. Спуски-то тоже коварные. Потому что ты... Все белое. Ты не понимаешь, там, перед тобой есть обрыв какой-то крутой или нет какого-то крутого обрыва. Поскольку ехали своей проторенной дорогой. Поэтому, как бы... Ну, там... Я шел там впереди. Например, я не боялся, что там провалюсь. Ну, в смысле, не провалюсь, а куда-то там кувыркнусь, может быть, с какого-нибудь обрыва. Ну, вот это мы выехали. После этого первого перевала в Толину уйти. Очень такая длинная долина, широкая. Вот Андрей с нами был, один из гидов. Он по национальности то ли и вен, ну, по-моему, наверное, и вен. Вот. И... Его вся молодость здесь прошла. Он здесь вместе с родителями, значит, пас оленей. То есть в оленеводческой бригаде. Он вырос и работал в ней. Вот. Но сейчас вот, поскольку оленеводство в Магадане уже загнулось, никто этим не занимается. Вот. И он прям здесь все знает. Он нам здесь очень много рассказывал про эти места. Вот нам, видите, вдалеке горы. Наша цель следующая была – те горы. Вот. И на самом деле мы ехали, получается, от Абсурчанской трассы к побережью Охотского моря. Вот. Такие весь виды. Конечно, дорога очень тяжелая была. Очень тяжелая. Сколько раз мы останавливались, сколько раз вытаскивались, выкапывали снегоходы, выкапывали нарты. Ну, вот мы здесь в одном месте остановились. Здесь у ребят был припасен бензин на обратную дорогу. Здесь мы заправлялись свои снегоходы. Вот. И, значит, следующая наша цель была – это следующий перевал был. Он был самый тяжелый из всего нашего приключения. Во-первых, потому что было уже ближе к сумеркам. Это раз. Второе – он был по сравнению с первым более затяжным. И крутой подъем. То есть сам перевал был такой затяжной. И то место, где очень крутое, оно тоже было очень затяжным. То есть первый перевал, то есть практически в самом конце только круто было. А здесь приходилось почти с самого низа перевала, там, наверное, порядка километра, тащить каждую нарту по двумя снегоходами. И перевал у нас остался. Последний перевал у нас остался. Говорят, самый сложный. Десятый час. Ребята, как бы они тяга вышел. Вот, 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 вот. Снег свежий. Заметенный какой. Ну, вот. Снегоход вообще не идет. Ну, это вот Марина идет. Она, конечно, очень устала. Творожная женщина. Целинственная жизнь. Очень устала. И нам пришлось бросить ее снегоход на Гахуно-перевале. Ну, и на перевале мы бросили не только снегоход, но и, значит, очень много, не очень много, а все нарты, которые были с топливом. Вот, но это, вот, смотрите, как мы жили. Мы, значит, приехали очень поздно на базу на Солчан. Там уже темно было. Во втором часу ночи приехали. А это выход из избушки. Снега больше двух метров. Представляете, да? Что это такое? Какое количество снега? Вот. Это вид сверху. Вот. Стоит избушка сверху. Стоит снегоход. Торчит труба. Вот. Вот. В таком месте находится база. База находится в долине реки, одноименной на Солчан. Вот. И настолько там задувает, настолько этого снега надувает в течение зимы. Больше двух метров. Все избушки с крыши. Одни только трубы торчат из-под снега. Вот. Там чуть-чуть подальше виднеется крыша нашей столовой. Кают компании. Ну и вот, к слову, то есть мы, когда вот началась пурга, мы штурмовали, значит, перевал. Мы оставили на том перевале все нарты, которые были с топливом. Оставили снегоход мариним там. Вот. И уехали. Только взяли с собой самые необходимые вещи и продукты. И вот как поднялась метель. И метель была пурга в течение двух суток. В течение двух суток мы не вылазили из изб. Ну, естественно, там покушать ходили. Справить нужду. И то я вам скажу, что до туалета была натянута веревка. И ходили по веревке. И да, кстати, до кают-компании, там где у нас кухня, тоже была натянута веревка. Потому что вы не представляете. Это все белое. Вот видите, за снегоходом ничего не видно. Это сейчас день. А если чуть вечером, и снегохода не будет видно. Все белым-бело, ты идешь и не понимаешь, куда идешь. И реально ходили по веревкам, чтобы дойти до туалета не потеряться, либо дойти до кампуса не потеряться. Два дня мы просидели в своих берлогах, в своих избушках. Это вот избушка ребят. Они все жили в одной избе. Я жил там в избе Сергея Рудакова. Вот. Это вот как раз наша кают-компания. Здесь мы собирались обедать, ужинать, завтракать. Здесь мы там собирались, о чем-то разговаривали. Это наша единственная собака, которая была в нашей компании. Тобик. Вот видите. Одна труба торчет из-под снега. Такое количество снега наметает. И два дня мы просидели, никуда не выходили. Ну и вот потом наконец-то прояснило. Заметало нас. Приходилось чистить каждый день, иначе можно было остаться в избушке. Навсегда. Так заметало снег. Чистили постоянно, пока пурга была, очистили постоянно. Ну и понимаете, что каждый раз приходилось снизу вверх все выше и выше бросать, потому что ты же накидываешь туда снег. И каждый раз это такая физкультура была, конечно. У меня там руки, ноги, спина все болело. Я там валился на кровать еле живой. Ну и вот прояснило солнышко. Совсем сразу все по-другому стало. Я хоть увидел, куда я приехал. Потому что приехали когда в пургу и два дня просидели. Я даже не понимал, где мы находимся, что вокруг нас. Живем где-то под снегом. А вот это вот, тут видно, сейчас был шланг натянут к речке. Там дальше потом я покажу. Воду качали. Поскольку температура уже плюсовая в основном, только ночью минус. Поэтому днем спокойно шланг лежал на солнышке, не замерзал. На ночь его убирали. Ну вот. А вот в таких местах ребята ищут медведей. Вот представьте, медведь в это время начинает, это конец апреля, начинает выходить из берлога. Идет он прям по этому снегу, идет к морю. Ему надо питаться. Вот. Но в данном случае еще маленечко рановато. Как говорят, все-таки маленько весна запоздала. И вот мы сколько ездили, я ни одного следа медвежьего не видел. Ну и вот мы потом, после того как успокоилась метель, мы стали откапывать еще там три избушки. Мы откапывали это избы, которые были для охотников, для туристов, которые приезжают туда на охоту. Это конечно тоже та же еще работенка, откопать вот такую избушечку. Ну естественно и ты ее не все откапываешь, откапываешь только переднюю часть входа, чтобы можно было зайти в нее. Ну и то есть сначала работа легко ладится, а потом чем глубже ты туда опускаешься, тем все сложнее и сложнее и сложнее. Вдвойне устаешь, еще и получается кидать надо выше. Ну потом вот так коньки в первую очередь освобождаем, чтобы солнышко быстрее оттаивало этот самый снег на черном элбероиде. Видите, даже сопку не видно. Когда метель, конечно, тут, ну просто это, если ты куда-то в метель сумнулся на снегоходе, все, считай, что пропал. Можно сразу на себе пристанет. Все белое, все сливается. Чуть-чуть небольшой снежок и ты уже даже не видишь перед собой сопку, либо какую-то яму, там еще там что-то. Все белое. Ну а это вот наша ковид-компания. Естественно, тоже все под снегом. Здесь мы, как я повторюсь, уже принимали трапезы. Это кухня, рабочее место Марины. Марина очень хорошая женщина. Приехала, ее пригласили, я уже не помню, но откуда-то с материка, откуда-то с центральной части России. Она когда-то, она вообще первый раз в Магадане. Она училась в институте, ее подруга работает в Магадане, она позвала ее на заработки, вот именно в данном случае сюда. Это у нас вот душевая, поскольку с дровами очень тяжело, здесь просто душевая. Здесь бани нету, но очень здорово, конечно, что есть душевая. Титан, то есть топился титан, горячая вода, то есть цивилизация на уровне. Вечерние виды, луна. В апреле уже, конечно, в Магадане день очень уже длинный. Темнота наступает уже сейчас где-то в 11 только вечера. Ну и светает уже довольно-таки рано. Очень красиво. Ребята, которые катаются на горах снегоходов, конечно, оценят эти виды. Ну это такие небольшие фотографии, я сидел у себя в избушке. Сейчас будет вот фотография той избушки, где я живу. Что из себя представляет избушка? Это обыкновенный сарай из досок. Просто, ну понятно, что все сделано аккуратненько, чистенько, комфортненько, но никакого утепления. Абсолютно. Вот эти доски вы видите. Снаружи этот, значит, сарай обшит рубероидом. И все. Но поскольку ты находишься под снегом, там тепло, то есть обыкновенная печурочка стоит на дровишках и все. И даже, я даже себе не представлял такого, от стен даже холода никакого нету. Там вроде бы снег за стеной. Ну вот так вот. Я был удивлен, конечно, этому. Первый раз я был в таких условиях. Потом начались у нас солнечные деньки. Пурги практически не было. Вот видите, избушки откапывали, труба торчит. Вот такой вид. Вот так не будешь знать, проедешь и даже не узнаешь, что там под снегом избушки стоят. Это ближайшие такие сопочки повыше были со скалами. Это вот дрова. Про дрова еще я расскажу. Но вот вы видите по видам дров здесь, а не то рядышком. Нам приходилось ездить за дровами за 20 километров отсюда. До первого леса это в сторону Охотского моря. Так что здесь довольно таки так к дровам относятся аккуратненько. Стараются их особо не жечь. Но это вот было уже потом, когда устояла погода установилась, мы поехали собирать все наши оставленные вещи на перевале. Это вот была поездка одна из поездок. Всего таких было поездок несколько. В первую поездку ребята поехали, не нашли нарты. То есть не все нашли они нарты, потому что так замело, что ну просто не нашли. Тыкали и тыкали там этими лопатами, черенками, так и не смогли найти. А потом мы уже основательно подготовились, сделали проволоки длинные, чтобы можно было протыкать снег и искать нарты. И таким образом мы искали их. Нарты были брошены в разных местах, потому что не было возможности там их оставить все в одном месте. Поэтому это усложнило маленько нашу работу. Какие-то нарты больше занесло, какие-то меньше занесло, потому что они стояли на разных склонах. Какие-то вообще просто даже торчали чуть-чуть над поверхностью снега. Их было видно, одна такая нарта была с бочкой, которую не занесло с головой, скажем так. И мы ее самую первую там ребята нашли и притащили. Ну и естественно снегоход. Сейчас там будет фотография. Снегоход мы поставили на самой верхушке. Так, ну это вот одно как раз или нет, или мы здесь что-то просто остановились. Не помню что-то. Это мы еще на перевал забираемся. Что тут за заминка была. Ну вот видите, то есть небо сливается. Вот если облачно, то небо сливается с горизонтом. Если ты не видишь ничего, то есть контура горы не видно. То есть перед тобой все белое. То есть если пасмурно, то вообще ехать очень сложно в тех условиях. Очень сложно. Какой раз повторяю. Это прям... Я помню прям насколько это меня так очень сильно впечатлило. Что там очень... Ну буквально там в беду попасть это пять секунд. Это вот на самом перевале, вот видите, да, что здесь такие сильные ветра, что здесь снега вот нету. Выдувает все до камней. Очень плотный наст, здесь как этот, как асфальт. А внизу вот больше двух метров снега наваливает. Достаточно высокая такая точка этого перевала. Выше, чем первый перевал, который мы преодолевали. Вот, ну вот как раз видно самая тундра стоит. Откапываем ее. Все равно ее занесло, конечно, но не так. По крайней мере мы ее не потеряли, ее было видно. Много времени тут, конечно, потратили на поиски нарт. Вот сейчас одни из нарт мы тут как раз нашли и принялись их откапывать. Нарты тоже были оставлены все ниже. Они только на разных точках склона мы их оставляли. Вот откапываем первые нарты. Трое нарт нам пришлось откапывать. Не трое, а двое. Одни мы так нашли. И двое нарты откапывали потом. Вот стоит нарта чуть ниже. Видно бочка торчит. То есть там не так замело. Это вот вы копали нарту. Теперь дышу там пытаются поднять ребята, чтобы зацепить к снегоходу. Выдергивали нарту также рывком. Веревкой. Чтобы у снегохода был ход. И по-другому ее не вытащишь никак. То есть если пристегивать задышку, у снегохода нет хода. Начинаешь трогаться, он сразу садится по самое сиденье. Ну вот и так же вот ребята сейчас видно двумя снегоходами. И они начинают вытаскивать эту нарту наверх перевала. Так что путешествие было очень интересное. Жарко конечно было. Погода стоит неимоверная. Вот можете поверить. Стоишь, раздеваешься и холода вообще не чувствуешь. Солнце настолько палит. Только от снега естественно. Холод и происходит. Но сверху солнце палит не беспощадно. Ну это вот ребята повезли одну из нарт наверх. Тоже так же, как я повторюсь, с двумя снегоходами. Одним снегоходом не затащить нарты. Потому что очень круто. Снегоход не справляется. Не хватает у меня тяги двигателя, чтобы вытащить нарты. Но это вот вид сверху. Это мы уже возвращаемся в обратную сторону. Да, это еще наверху мы стоим. На самой верхушке перевала. Вот загрузили тоже эту тундручку поставили в нарты. Тундручку тоже поволокли за собой. Ну а это вот дорога. Дорога вниз к базе. Если вы обратите внимание, снегоходы не едут друг за другом впритык. Сейчас я расскажу почему. Вот видите. Вот карниз очень красивый. Но этот карниз потом обрывается и получаются большие лавины. Очень часто путик снегоходный проходит рядом с такими карнизами. Поэтому расстояние между движущимися снегоходами стараются делать большим. Ребята рассказывали, что, ну частенько, не частенько, не знаю, но бывали случаи гибели снегоходчиков. То есть первый снегоход проезжает, от вибрации воздуха карниз обрывается, второй снегоход идет, следом его заваливает. К сожалению, такие случаи бывают. Поэтому, когда мы шли, мы расстояние между снегоходами делали приличное. Их, к сожалению, очень плохо видно. Эти карнизы очень белые, все сливается этот пробик. Но такое очень красиво, конечно. Ну вот, а это мы ездили уже, значит, конец уже апреля. У нас мы несколько дней посвятили тому, что мы заготавливали дрова. Значит, первый рейс, значит, с охотниками, по-моему, 2-го мая был, значит, привез четырех охотников. Ну и мы заготавливали дрова. Белое безмолвие. Сегодня 28-ое апреля. Вывозим на базу дрова ездить за 20 километров. Рядом с базой ездить вообще нет. Дед Коля где-то отцепился. Дед Толя. Нарна отцепилась. Ждем его. Костя поехал. Помочь. Солнце жарит. Невозможно. Ветра практически нету. Ветра практически нету. Морда вся у меня сгорела. Вот такой такой край. Сплошные гольцы. Голые горы. Все в снегу. Во всем минимализм. Солнце жарит. Ну это Костя. Это тоже местный. Он у нас отвечал за базу. Хозяйничал по базе. А это вот как раз я заезжал на гору. И если вы обратите внимание далеко. Вон там справа виднеется лес. Вот в тот лес мы ездили за дровами лесом. Это вот ребята внизу на снегоходах едут. А я заехал на гору. То есть интересно конечно по горам покататься. Там горы все в Насте. Вот. Довольно таки так. Ну может быть для ребят которые гоняют на горных снегоходах может быть это не так. Ну вот. Потому что все таки Наст. Но тоже есть свои прелести в этом. Ну вот. Нам конечно было бы еще интересно на горных лыжах покататься. Вообще здорово. На снегоходе можно забраться на такую гору. Потом оттуда катиться на лыжах. Ну то есть. Классно. Ну естественно это надо делать вдвоем. Один забрасывает другой катится. Или так меняться. Ну вот вон в тот редкий лес мы едем. Там мы пилили лиственницу. Лиственницу пилили. Сухой лиственницы не найти. Просто какая лиственница есть. Такую пилили. Вот. Ну вот приходилось укутываться. Так лицо закрывать. Чтобы ну все равно сгорало конечно. Это все ужасно. Магончик такой туристичный. Костя. Ребята конечно там просто красавцы. Профессионалы своего дела. Не многословны. Но дело свое знают и делают. Ну это мы уже ближе к прилету вертолета. Мы тут уже готовили базу. Встречи первых охотников. Готовили технику. Чтобы техника была вся исправна. Вот. Всю технику заправили. Избы откопали. Подготовились к встрече гостей. Это вот Костя. Как у нас такие вот. Несколько снимков было. На фоне спалящего солнца. С таким нимбом. На вот это вот речушка. Видите какая высота снежного покрова. Сколько наметает. И теперь представьте. Не зная этих мест. Если ехать здесь на снегоходе. И упасть в такой ручей. Ладно. Если ничего там. Не сломаешь. Ну а хребет то запросто. Можно свернуть в 5 секунд. Ну вот отсюда мы брали воду. Влаги. Очень красиво. Согласитесь. Сейчас здесь рыбы нету. Но осенью здесь рыба есть. Сюда приходит форель. Галец сюда поднимается. Представляете. Такое вот. Такое вот. Такая вот красота. Бывают места где. Этот снег покров не успевает. Растает за все лето. Так он остается. Из года в год. Из года в год. Образуется налить. Многовековая. Вот. Ну это мы. Это. Я заехал тут на гору. Рядом с лагерем. Значит. Это. Это. У них значит. На этой горе там стоит контейнер. В котором. Значит. Соль хранится для выделки шкур. Мы ездили. Откапывали контейнер. Подняли контейнер они повыше. Потому что летом. Речка. Вода поднимается. Чтобы соль. Не испортить. Вот они повыше подняли контейнер. Это на горе. Ну это вот скажем так. База на Слачан. С высоты птичьего полета. Эти избушки все под снегом стоят. Вот такая высота. Это долина реки на Слачан. Ну вот ребята. Поездка одна из таких. У меня самых запоминающихся. Было те сколько я бродился в Магадане. Всю жизнь прожил в Магадане. А тогда в наши годы. В 80-е и 90-е. Так. Ну вот это. Значит это. Готовят мишени. Тоже установили. Для охотников. Которые будут приезжать. Чтобы пристреливать. Чтобы они. Чтобы охотники пристреливали карабины свои. Чуть-чуть не рассказал. Тогда в то наше время. Конечно не было таких. Не было ни снегоходов. Ни такой возможности. Чтобы такие поездки осуществлять. К счастью сейчас такое есть. И у людей у кого есть время и деньги. Конечно могут себе позволить. Такие путешествия. Ну понятно что охота. Данная охота. Она не из дешевых. Но. Поехать вот так. Попутешествовать. В принципе. Есть возможность. У каждого человека. Ну и соответственно. Все равно в любом случае. Это конечно. Определенные финансы. Надо иметь. Вот такие поездки. Вот. Мишени здесь. Устанавливаем. На расстоянии 150 и 200 метров. Ну вот. А это тут я снимал. Значит. Куропатки. Самцы куропаток. Прилетали. Каждый. Каждый день. Таковали. Сидели. Вот на этих. Наивнике. На этом. Ну вот. Если приглядеться. То их видно. Это. Белые. Пятностики. С черными хвостиками. Это. Одна из разновидностей. Магадани. Куропаток. У нас там. Значит. Живут. Есть. Как правильно сказать. Горная популяция. Есть. Тундряная. Тундровая. Тундровая популяция. Куропаток. Они чуть-чуть отличаются между собой. Но это. Вот. Как раз. Улетит. Вертолет. С первыми. Охотниками. Там. Кстати. В первый. Завоз. Были. Охотники. Из Мексики. Два. Человека. И. Куда-то. Из России. Два. Охотника. Приезжало. Вот. Ну. А. Как раз. Дала. Вертолету. Прилететь. Потому что. У меня. Самолет. Был. То ли. Четвертого. То ли. Пятого. Мая. И. Мне. Естественно. Надо было. На этот. Самолет. Успеть. Успеть. Попасть. Но. Слава Богу. Погода. Погода. Была. Хорошая. Я. Этим же. Вертолетом. Улетел обратно. Магадан. Вот. Общее время полета. От базы. Маслачан. Магадана. Где-то. Наверное. Около двух часов. Составляло. На вертолете. Примерно. Чуть-чуть. Может быть. Чуть-чуть. Меньше. Чем два часа. Ну. Что-то мне такое. Запомнилось. Что. Около двух часов. Вот. Вертолетом. Полностью провалился. Сел на брюхо. На этом вертолете. Тоже привели. Привезли. Еще и горючки. Здесь оставили. Снекоход. Один. Точно. Привезли. Уже. Не помню. Тоже. Там что-то из питания. Привезли. Ну. Вот. Последние. Последние. Кадры. На прощание. С ребятами. А это я. Значит. Улетаю уже обратно. И по дороге. В Магадан. Я. От иллюминатора. Конечно. Не отлазил. Потому что. То что ты видишь. Это что-то невообразимое. Это так называемый цирк. Который очень любит посещать. Такие места. Горные бараны. Снежные бараны. Ну. Понятно. Сейчас все в снегу. Вот. Ну. Вот. Это как раз. Территория проживания снежных баранов. Вот. Как раз. Видно. Ихние тропы. Снегом. Выдувается. Это. Как раз. Тропы снежных баранов. Долина какой-то речки. Видите. Лез только в долине. Вот. А здесь я снимал. Сейчас. Здесь не совсем четко было. Я сначала не мог понять чьи-то следы. Но. Здесь не следы. Это просто снег скатывался. А потом. Я понял. Что это. Бараны. Сейчас увидите. Самих баранов не было. А вот именно. Следы баранов. Как они кормятся. Пасутся. Вот. И. Берлогу. Один раз. Мы. Пролетая. Увидели. Но. Тоже. Без медведя. Медведь. Уже. выше. Вот. Тропа. Видите. Вот. Ее. Опять. Видно. Эту тропу. На снегу. Ну. А. Вот. Видно. Как раз. Вот. Следы. Кормежки. Баранов. Вот. Это. Как раз. Бараны ходят. Кормятся. Да. Вот. На вертолете. Так. Пролетали. В принципе. Довольно. Так. Более. Крупно. Вот. Видно. Что тут. следами. Исхожено. Но. Это. Вот. Долины. Каких-то. Рек. Видите. Уже. Снега. Практически. Нет. Местами. Прям. Совсем. Без снега. Тундра. Скажем. Так. Вот. Долина. Реки. Честно. Даже. Не знаю. Что это за речка. А вот. Сама. Вот. Берлога. Сейчас. Иду. Поближе. Маляночка. Вот. Видны. Там следы. Прям. От нее. Выход. Медведя. Был. Ну. Вот. Ну. Это. Все. Вот. Дорога. Дорога. На вертолете. В Магадан. Сейчас. Будем. Подлетать. К поселку. Ола. Одноименный. Ольский. Район. Здесь. Фотография. Ола. Ола. Вот. Поселок. Ола. Сейчас. Поближе. Будут. Съемки. Это. По-моему. Клепка. Что ли. Называется. А вот. Полуостров. Оторга. Когда-то на этом полуострове. Были. Студентами. С ребятами. Занимались. Заготовкой. Рыбы. То есть. Ловили. Красную рыбу. Лососьевую. А то. Вот. Туда. 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 Лиственницы. После пожара. Спички. Торчат. Но. Это. Трасса. Ответвление. Колумбской трассы. Это. В сторону. Оллы. Товольский. Перевал. Кстати. Но это мы подлетаем к аэропорту, который находится на 23-м километре, когда-то вот сейчас тут только вертолеты базируются, когда-то аэропорт малой авиации, выполнялись рейсы. Между населенными пунктами Магаданской области сейчас здесь уже ничего не работает, естественно только вертолеты базируются в частных каких-то авиакомпании. Взлетная полоса не поддерживается, мне кажется, уже тут ни в каком состоянии, в рабочем, потому что не видно такого, чтобы она была ухожена. Вот так вот закончилась моя поездка на базу Наслача. На это у меня оставалось время. Это я ездил на свою родину, где я родился, в поселок Тауйск. И в данном случае это я нахожусь на Арманском перевале от Магадана на юг в сторону побережья. Довольно-таки известный перевал, особенно для магаданцев. Часто они здесь проводят свои выходные дни, приезжая сюда на Армский перевал, но и довольно-таки коварный перевал. Частенько его закрывают в периоде снегопадов. Но это вот мы подъезжаем к Армони. Это мост через реку Армони. Когда-то очень часто я сюда приезжал на рыбалку, именно весной. Сейчас вот здесь тоже рыбаки сидят, сейчас будут фотографии, ловят. Сейчас мужики здесь в основном гольца, арктических голец. А это вот дальше стрелочка, это море уже, это получается устье реки Армони. Довольно-таки такие, скажем так, рыбалка очень интересная, захватывающая. Голец довольно-таки крупная, сильная рыба, ну там полтора, может быть килограмма достигать, двух наверно максимум. Но очень опасно, потому что в это время постоянно подвижные льды именно на реке его отрывают. И очень частенько, я даже сам как-то раз попадал, нас льдино оторвало, но мы успели добежать до берега, перескочить на него. Это вверх по течению как раз с моста. И вот тут видно далеко, там стрелочка, сейчас покажу, вон там мужики тоже сидят, рыбаки на льду. Но это уже само море, это Тауйская Куба, так называемая. Это дорога, дорога в сторону Тауйска. Река Уэра, тоже я на этой реке очень часто бывал, приезжал сюда именно осенью ловить гольца. Ловили мы гольца на удочку всегда, в плавочную удочку, очень интересно. Раньше в наши времена почему-то никто не ловил там на спиннинге. Это берег Охотского моря, такая галька. Парковые льды, очень красиво. После отлива вода уходит, льды остаются, не успевают уходить вместе с водой, с отливом море. Вот так остаются на берегу. Погода очень тихая, безветренная, прям гладь на воде, как зеркало. Вот видите, все рядами забито. Ну вот в это время начинается уже как раз охота на перелетную птицу. Утка, гусь. Очень красивый край, очень красивый край. Я прям советую, кто любит путешествовать, побывать в Магадане, в Магаданской области, там есть что посмотреть. Это Юра, мой друг детства, который меня возил там везде. Ну, а это вот устья реки Яна, на том берегу, поселок Тауйск, в котором я родился. Один из самых старых поселков Магаданской области. Был основан еще какими-то казаками, там, в 1800-х каких-то годах. А это вот с той стороны, значит, поселок Усть Яна. Нам, к сожалению, не удалось перебраться на ту сторону. Ледовая переправа уже была закрыта. А паромная переправа еще не открыта. Ну, мы вроде там договорились, что за нами приехали на лодке, нас перевезли. Но, к сожалению, там что-то человек долго мучился на той стороне с лодкой, не мог ее никак завести. Потом завел, и как там что-то доехал до середины речки, опять заглох, и мы смотрим, он обратно на веслах поглеб. Так он за нами и не смог приехать. Не побывал я в этот раз в поселке, в котором я родился, где меня родила моя мама. Очень хотелось, конечно, в Таузьке побывать, но ничего, будет повод вернуться еще раз сюда. Здесь мы, как и некоторое время, просто постояли с Юрой, пофотографировались. Совсем рядышком был. Буквально тут несколько километров оставалось до моего поселка, где я родился, но не получилось. Вот. Ну, а здесь я увидел гусей сейчас прям, прям как в руку. Вот он, табунок тянет гусей. И мы как раз обратно ехали, ну, мы и сюда ехали, и обратно ехали, уже охотники приезжали, занимали свои места. Как раз вот Армандская долина, известные места тут охотничьи сюда. Охотники с Магадана. Все собираются, приезжают, охотятся. Ну, вот, до Армандии 43 километра, до Магадана 86 километров. Ну, ехать, скажем так, часа два до точно до Магадана. Ну, а это вот кедровый сланик, известный на севере. Кедр растет на севере не деревьями, а именно такими кустарниками. Где-то он высокий, где-то низкий, ну, вот именно такими кустами. Любимое место шишкования бурых медведей. Ну, и люди, естественно, тоже ходят, собирают шишку. Очень удобно. Вся она тут перед тобой. Ходишь и собираешь. А это здесь я нашел залежи, прям залежи прошлогодней грустники. Она как будто только, только как будто выросла. Ну и, конечно, очень вкусная ягода, особенно после зимы. Она после мороза прям такая, очень насыщенная, очень сладкая. Ягод очень много. Такое впечатление, что здесь вообще никто не собирает. Конечно, Магадан славится своими брусничниками в Магаданской области. В бруснике очень много растет. Повсеместно она растет. Основная ягода – это брусника. В отличие от хмау, где сейчас я живу, здесь основная ягода – это клюку, а брусники мало. В Магадане, например, клюку я вообще нигде не встречал. А вот брусники там, конечно, очень много. Ну вот на дальнем плане, видите, горы белые стоят, а здесь уже внизу, в долине, уже весна во всю. Типа, ты даже не поверишь, что брусничка, не поверишь, что я только что прилетел там, где сплошная зима, и мы ездили на снегоходах. Ну, а это вот мы на обратном пути заехали к Юриным товарищам, которые стояли на берегу Охудского моря, они ловили крабов. Ну, так они ловили там для себя, на поесть. Просто семья выехала отдохнуть с детишками, поставили краболовку, поймали там пару крабов камчатских. Ну, а это вот несколько фото на память Магадане, на въезде в Магадан, основан в 1939 году, как вы видите, на стеле написано. Ну, скажем так, поездка мне понравилась, очень далась эта вот статья, мост, который когда-то построили заключенные, печальные, известные времена сталинских репрессий. Вот так вот строили заключенные мосты через речки. До сих пор стоят некоторые мосты, а некоторые до сих пор пользуются. Это подвесной мост через речку Хасын, это в районе поселка Палатки, когда в мою молодость там был старый мост, а сейчас вот сделали новый мост. Не знаю для чего, раньше туда, это мост был подвесной, там были пионерские лагеря, и туда родители могли ходить пешком. Сейчас для чего этот подвесной мост сделали, не знаю, потому что пионерских лагерей уже давно там нет, естественно. Ну, а мост почему-то восстановили, ну, не знаю, может быть, так отдать дань прошлому. Это поселок Палатка, это мой дом, в котором я прожил, фото больше для меня. Ну, это вот трофеи такие добывают ребята там, как раз на этой базе наслачан. Ну, на этом я заканчиваю свое повествование. Спасибо вам за внимание, до следующих встреч. Надеюсь, вам было всем интересно. Следующую поездку подумаю, о чем рассказать. Есть еще несколько поездок из прошлого.